На библейский портал поступил вопрос. Для многих является соблазном недостойное поведение священника, которое, к сожалению, иногда встречается. «Доходит ли молитва недостойного священника до Бога?» Вот у меня сразу возникает вопрос. А недостойное поведение – это о чём? Как это определяется? Ну, недостойное, ну, например, я понимаю, там, сматерился священник, не знаю себя, хамски вёл, ещё как-то. Это и то опять-таки хамски, знаете, бывает так, ты строго говоришь человеку, он говорит, а чего вы на меня кричите? А при чём здесь крик? Строгость – это не является крик. Повышение тона даже не является грехом, да? Это иногда необходимость. И наказание является необходимостью и в воспитании детей, и нас грешных, и священно начали воспитывают своих, как говорится, подчинённых, и так далее. Так вот, что есть недостойное поведение? Давайте мы договоримся, пожалуйста, так, что впредь, если вы считаете чьё-то поведение недостойным, пожалуйста, пишите конкретно, в чём оно проявилось, вот это недостойное поведение. Тогда можно будет говорить конкретно. А сейчас я поговорю на эту тему следующим образом. Вот о судье кто? Вот, знаете, есть хорошая прича пчелей и мухи. Вот пчела летит в саду, да, ну, на участке, как говорится, в садовом участке, садового, да. И что она видит? Она видит прекрасные цветочки, они цветут, пахнут, она летит к ним, она любуется ими, садится, радуется. А муха? А муха летит, ей цветы неинтересны, она ищет своё. И находит. Вообще подобное тянется к подобному и соединяется с ним. Это духовный закон. Так вот, если мы видим других грехи, то мы вот эти мухи. Вот, понимаете, наше вот это видение чужих грехов, это всегда приводит к осуждению, к тяжелейшему греху. Осуждение. Вы имеете в виду недостойным. Вы можете даже совершенно ошибаться. Вы знаете, как-то раз я к своему духовному наставнику первому приехал и с горечью говорил, что я вот такой гневливый, я вот там ругаюсь на своих подопечных, там голос повышаю, там... Ну, в общем, так, резок с ними. Ну, в принципе, можно было бы с точки... А они как в ответ? Или почему я это делал, да? Ну, они же тоже были небезгрешными. Так вот, когда я, жалуясь на самого себя, своему духовнику, вот это рассказал, он знает, что мне сказал? Говорит, а ты не переживай, раз Господь тебе привел вот этих людей, значит, именно такой, как ты, им сейчас и нужен. Вот такой военный, строгий, упал, отжался, командирский голос и так далее. Но и тебе вот именно такие ребята дерзкие, хулиганистые и нужны, чтобы научить тебя терпению и смирению. Теперь, в принципе, о священниках, которые бывают, ну, ведут себя действительно недостойными. Такое бывает? Да, конечно, бывает. Всякое. Священники тоже люди. Вот. И не замечать, скажем, действительно, когда это поведение переходит рамки этики, которую должен соблюдать священник, да, ну, конечно, но надо ведь не просто замечать, но тогда подойдите уж к батюшке. Ему сначала скажите, ведь как Господь заповедует, если брать твой согрешил против тебя, обличи его, ну, так тогда подойдите и прямо скажите слабачку, ну, что же вот так вот, ну, так, по-дружески, с любовью, да, не осуждая его и даже не критикуя, и даже не как замечание, а просто по-дружески. Как бы вы подошли к лучшему другу и сказали, слушай, ну, ты так вот себя вот ведешь, знаешь, все-таки как-то для священника люди вот, ну, я думаю, вы понимаете, с любовью, по-дружески, без осуждения. Вот это было бы правильно, втайне, как, кстати, заповедь и гласит, втайне подойдите и скажите. Ну, а вот если не послушал брат твой, что говорит Господь? Ну, тогда возьми с собой товарища, да, и вместе подойдите, скажите. Ну, если опять-таки не послушал, тогда уже, ну, переводя евангельский язык на обычный, ну, священноначалью сообщите тогда уж, чтобы священноначалье поправило, вразумило вовремя батюшку, чтобы он более не согрешил. Это нам тоже необходимо. Мы же все грешные, это у католиков отцы святые, а у нас все грешные. Вот тогда это будет по любви и для пользы, и ради человека. Что касается, доходит ли молитвы священника, который недостойно себя повел? Ну, хорошо, допустим, он согрешил, недостойно себя повел. Но, как говорят наши святые отцы, ты видишь грех его, но не видишь его покаяния. Поэтому давайте не судите, да несудимы будете. Но надо друг другу помогать. Если мы где-то согрешаем и этого не замечаем, подскажите с любовью, по дружбе, ради человека. А Господь зрит в сердце, и даже человек, который ведет себя недостойный, неважно, священник это или не священник, всякое бывает в нашей жизни. Господь, если священник от сердца молится за других, даже если он может нагрубить или еще как-то греховно себя повести с кем-то из прихожан, то Господь, конечно же, примет его молитву, потому что он молится за вас, ради вас, каким бы он сам ни был. Поэтому священника молитву, вернее, по молитвам священника Господь все равно даст благодать. А вот ему лично может и не дать, а вот вам по его молитвам даст. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.